Испытать на себе все прелести экологического туризма отважились лишь несколько казахстанцев, представители организаций, так или иначе имеющих отношение к сфере туризма. Знакомство с заповедником началось с музея. Здесь не ходят медведи, а мы же не пускаем губ. После небольшого рассказа экскурсовода группа направилась в горы, чтобы своими глазами увидеть красоты одного из ущелья заповедника. К слову, отсутствие элементарных бытовых условий для туристов, как выяснилось, вовсе не проблема. Главное – нетронутая цивилизацией красота. Хотя на отдельных участках цивилизация в виде тех же биотуалетов не помешала бы. Бытовые условия – это, конечно, да. Но вот, например, мы сейчас возле Аксу Джабаглы стоим, тут тоже есть такие мини-хостелы, хозяйства, где есть все условия. Но, конечно, желательно, чтобы… Нам, в принципе, что нужно? Просто быть, там элементарное удобство, принять ванну и покушать, фактически. Да, то, я думаю, в принципе, инициатива постоянно там растет. В принципе, люди уже начинают понимать, что фактически туризм – это очень выгодно, например. То есть, как бы, не думать, что там будем все мы чиновниками, банкирами, нефтяниками, крупными бизнесменами. То есть, в принципе, можно очень хорошо делать именно деньги именно на вот таких туризме, например. Совершать прогулку в горах лучше всего на самом экологически чистом виде транспорта. Для экотуристов лошади – лучшие средства передвижения. Правда, маршрут оказался недолгим. На всех желающих не хватило лошадей. А потому относительно немногочисленной группе туристов пришлось разделиться, чтобы хотя бы по очереди насладиться природой заповедника. В целом, от увиденного и, в частности, от Шимкента гости остались в восторге. И даже не от цен, которые для южан кажутся высокими. Отметили гости сервис. Говорят, такой уровень можно встретить только здесь. «Добро пожаловать в Мангистау. Вы увидите, насколько у нас дороже услуги и насколько у нас ниже сервис. И мы с этим боремся. Есть определенные, конечно, можно сказать, продвижения в плане обслуживания и вообще самой культуры человека, встречающего туристов. И в лучшую сторону тенденция. Но если сравнить, допустим, я в Южно-Казахстанской области первый раз, я вообще в Шимкенте первый раз, и мне очень понравилось обслуживание, начиная от какой-нибудь забегаловки, где продают шашлык, заканчивая обслуживанием в номерах в отелях. То есть мне очень понравилось, что, к сожалению, не скажешь о Мангистауской области». А это значит, для развития туризма у нас есть все. И богатая природа, и огромные желания, и предпринимательская жилка – дело за малым. Установить на туристских тропах контейнеры для мусора и биотуалеты.